Церковь почтила память сорока севастийских мучников. В честь этих святых в Краснодаре больше года назад был возведен уютный деревянный храм. В честь престольного праздника, который выпадает на пост, или другие прежде освященных даров, совершил митрополит Екатериндарский Кубанский Григорий. История сорока воинов-христиан, отказавшихся отречься от спасителя и принявших за это мучительную смерть в Ледяном озере, хорошо известна православным верующим. Из сорока воинов лишь один не выдержал и побежал к растопленной рядом бани, но тут же упал перед ней замертво. Его место в ледяной воде занял один из стражников. Потрясенный подвигом мучеников и увидев сияющие нимбы над их головой, он также исповедовал себя христианином. Господь требует от нас отдачи ему своего сердца. И мы, дорогие братья и сестры, должны это делать. В истории церкви были такие примеры, которые отдавали Богу свое сердце, которые стремились жить по-христиански, жить так, как учит жить нас Господь наш Иисус Христос. И именно за святой жизни, за стремление к исполнению евангельских заповедей Господь и дает свою благодать. Господь и дает силы и возможности претерпеть мучения за Него. Мучения за Него не отрекшись. Мучения сии. Суть – радость рабом твоим. Так свидетельствовали святые мученики в моменты мучения. В России праздник 40 севастийских мучеников любим по-особому. У верующих есть давний обычай печь в этот день жаворонков – постные булочки в виде птиц. На престольном празднике в храме севастийских мучеников их раздавали всем прихожанам. Эти жаворонки делают постные. Их делают на минеральной водичке. Ничего такого, ни яичек, ничего нет. Все постное. Этот рецепт я узнала от Олега Ольхова. Он повар самого патриарха. И он делал их курсы, и он проводит. И мы стараемся православным у него научиться, чтобы и кормить, и угощать тоже православных людей. Завершилась литургия праздничным крестным ходом вокруг храма. Митрополит Григорий окропил всех святой водой. Отметим, что храм в честь 40 севастийских мучеников находится в новом микрорайоне «Самолет». Символично, что учредителя строительной компании Дениса Морозова в этот праздник – день рождения. И это сыграло свою роль в выборе названия храма, который он возводит с самого начала. И останавливаться на достигнутом не собирается. В планах построить в микрорайоне большой красивый храм в честь 40 мучеников. Ее воды Кайсидр – это последний храм, который он благословил. Храм все равно временный. Сейчас уже запроектирован новый большой храм, 40 мучеников. Очень красивый будет храм. После того, как тут построится храм, этот храм разберется. Но я так понимаю, место найдется в любом случае. Он уже будет готовый, с иконами, со всеми. Мы ему куда-то передадим еще один храм. Митрополит Григорий поблагодарил строителей и благоукрасителей храма за их труды, подчеркнув, что с чистого листа начинать всегда тяжело. Но нужно не бояться трудностей и двигаться вперед, надеясь на Бога. Владыка также поздравил Дениса Морозова с днем рождения, пожелав помощи Божией во всех делах. Настоятель храма 40 севастийских мучеников Иерей Давид Хачатурян поблагодарил митрополита Григория за совместные молитвы, отметив, что это первая литургия прежде освященных даров, совершенная в этом храме архиерейским чином.